Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! С вами Ака Эмили и наша с вами любимая рубрика Роллы! У нас Филадельфия, Бонита и Запеченные. Ох, нажрем сейчас! Вот у меня такие мысли наярю сейчас! Это как алкаши. Мне, как всегда, всегда кладут васаби и имбирь. Васаби я не люблю, но все равно в комплекте его дают бесплатно. Так что он всегда приезжает. Несколько раз я говорила, что не кладите мне его, но мне все равно его кладут. Но я думаю, да ладно. Ничего, что поделать. Давайте приступим. Чуть-чуть совсем макаю. Некоторые разбавляют с водой. Я так не люблю. Видео очень сложно загружаются на YouTube. Поэтому немножко реже получается. Но как только ситуация справится, так сразу я вам загружу много видео. обалдеть просто. Буду отвечать на ваши вопросы. Интересный вопрос. Вопрос задает Василенко. Недавно дала девушке в долг с работы. Очень неприятная ситуация сложилась. Она уволилась. И после этого мне пришлось ее искать. Айка, были ли у тебя в жизни моменты, когда ты давала в долг и тебе не возвращали? Потом ты ходила, бегала за этим человеком. Вообще давно была одна ситуация. Я не помню, вам рассказывала или нет. Еще я в универе училась. Как бы стабильной зарплаты как таковой у меня не было. Но я такой человек. Я всю жизнь коплю. Коплю с денег, которые мне дают на завтраки, на дорогу. У меня всегда есть сумма. Моя подруга она родом была из Грузии. у нее отца были точки. Он продавал детские вещи. Одно время дела ее отца пошли просто ужасно. Их было три сестры. Я как бы общалась с одной. Одна была моя подруга. И с двумя другими тоже пересекалась. У нее дома общались. То есть нормальные отношения. Я как бы их хорошо знала и никогда не думала, что эти люди могут меня кинуть. Дело было в том, что у папы уже дела шли очень плохо. И так получилось, что в универе у нее был срез. Срез это то есть она не сдала экзамен. Ее папа миллион раз ей говорил, что готовься к экзаменам. Ты видишь, у меня проблемы с бизнесом. Я всем вокруг должен. Как-то решайте все моменты. Готовься. Не делай так, чтобы нам пришлось за тебя платить. Она училась в частном вузе, где средств стоит немаленьких денег. То есть ты провалил экзамен. Это не просто так. Ты можешь посидеть с другой группой. Ты за это должен платить. Как сейчас помню. И она начала там спрашивать у своих знакомых, родственников. Только не говорите папе. Можете мне дать в долг 300 манат. У меня были эти деньги. Но я ей не говорила. Потому что это, получается, произошло в апреле где-то. Не помню. Или перед летом где-то. И ей нужно было заплатить прямо сейчас. Она могла бы взять на следующий год этот предмет. Но, к сожалению, на следующий год уже могло бы не быть этой группы. А когда нету группы, ты как бы платишь за индивидуальный. Получается в два раза больше. То есть в следующем году не 300 ты будешь платить за этот предмет, а 600. Потому что сейчас, например, твои одногруппники тоже срезались. И вы в группе будете проходить этот предмет. А почему я не предложила сразу свои деньги? Потому что мне максимум в октябре эти деньги как подзарез были нужны на обучение. У меня среза не было. Мне просто надо было заплатить годовую оплату за обучение. И она как бы к одному обратилась, ко второму. У нее был парень. Он тоже работал. У него тоже не было. А сумму нужно было выплатить сразу. Я заметила, что человек в сложной жизненной ситуации. Я подумала, какой я друг, если сейчас я не помогу. вытаскиваю и отдаю ей эти деньги. Но я сразу ей сказала, я тебе даю на 4 месяца. То есть в октябре мне обязательно эти деньги нужны. Но зато у тебя есть лето. Ты за лето можешь найти работу, где-то поработать. Это 1 месяца зарплата. Она сказала, да, летом я найду работу, заплачу. Зачем потом 600 платить? И сейчас можно туристам и пойти на этот экзамен. Ну все, договорились мы. Я дала ей денежку. Она взяла этот предмет. Летний 1 месяц проходила. И сдала этот предмет. Я за нее была безумно рада. Как хорошо. Потом я как бы начала намекать ей, что ты можешь найти работу. Сейчас как раз лето. 2-3 месяца. Поработать, заодно мне отдать деньги. Она сказала, ой, да ну неохота, говорит, работать. Сейчас в эту жару еще где-то. Я просто скажу своему парню, он мне даст эти деньги. Она сказала, ты не парься. Он по-любому эти деньги мне отдаст. Я говорю, ну если мне отдадут эти деньги, какая мне разница, она будет работать или не будет работать. Но я изначально ей говорила, что в октябре мне просто как по зарезу нужны эти деньги. Окей. Прошло лето. Уже конец сентября. После лета я как бы ни разу ей не напоминала про это ничего. Подходит уже время уже отдавать эти денюжки. Мне уже нужно заплатить за универ. Она и не работала, но я думаю, если она обещала, наверное, ее этот парень отдаст эти деньги. Я один раз в начале октября спрашиваю у нее, ну что там по деньгам-то? И она мне говорит, я сейчас уточню парня, тебе скажу. потом звонит мне и говорит, он тоже козел, не приготовил мне деньги и так далее. Я говорю, окей, ладно, что делать? Может, у кого-то возьмешь, дашь мне? Как-то так сделаем, потому что мне тоже эти деньги нужны. Она говорит, ой, что-то придумаем и так далее. Проходит две недели где-то. Я, короче, без денег, получается, сама ищу у кого-то, у кого можно взять. Чисто случайно встречаю ее парня в метро. Он как меня увидел, говорит, давай выйдем, поговорим. Я не поняла, про что. Он мне начинает говорить, что вот, говорит, из-за денег ты ее так сильно прессуешь, это неправильно и так далее. Я понимаю, говорит, ты дала деньги, но зачем ты сейчас ее так прессуешь? Я говорю, я напомнила всего три раза за четыре месяца про эти деньги. Что значит прессуешь? Он мне открывает чат в WhatsApp и показывает переписку с его девушкой. Та, значит, пишет, быстрее готовь деньги, мне так страшно, она меня каждый день прессует, я не знаю, где достать эти деньги, что мне делать, я в безвыходной ситуации, начинает плакаться. я все понимаю, я понимаю, что она это сказала в целях просто, чтобы он быстрее нашел ее деньги. Но, блин, выставлять меня в таком свете, человека, который тебе помог, это было очень-очень обидно. Вы представьте, знаете, просто я сама дурочка. Дело в том, что до этого была ситуация, когда она хотела устроиться на работу, и она просто пошла пару раз. И дело в том, что надо было ехать в автобусе, а утром был час пика, она говорит, это ужас какой-то, сколько народу, какая толкучка. Два-три раза пошла на работу, потом она сама же мне рассказывает, что она своему парню сказала, босс к ней пристает. И он сказал, что я тебе дам эти деньги, которые тебе дают с работы, сиди дома. А на самом деле никто к ней не приставал, просто ей неохота было идти на работу. Вот просто я проматываю это в голове. Если бы человек, например, был действительно порядочным, никогда в жизни она бы так обманывать бы не стала. То есть человек, который обманывает своего парня, завтра будет и обманывать тебя. То есть логика. мы поговорили с парнем туда-сюда. Я просто сказала, что она врет. Я ее не прессовала. На, пожалуйста, переписки посмотри. Потом, после того, как я все это показываю ему, приезжаю домой, проходит где-то, наверное, полчаса. Пишет она мне, значит, длинное такое сообщение. Что вот, я специально ему сказала, что ты меня прессуешь, чтобы он мне побыстрее, по речи нашел деньги. Если мужчина сказал, мужчина должен это сделать. Ты меня вывела на чистую воду. Подруга так поступать не должна. Мало того, что меня там обливали грязью, обменяли в том, что я прессую какого-то человека, так еще я и молчать должна была. Просто взяла, заблокировала меня. Алло, мамочка. Мукбанг снимаю. А что снимаешь? Роллы вкусные. Извиняюсь, мои хорошие. Продолжим. В общем, заблокировала она меня. Я попыталась написать ее сестре. Вижу, что у сестры тоже я в блоке. Захожу к другой сестре. Она тоже меня заблокировала. И все. Типа я такая предательница, плохая. И деньги мне возвращать тоже не нужно. Прикиньте. Так что, вы знаете, нужно давать столько денег, сколько вам не жалко потерять. Также мне моя знакомая, девочка, с которой я ходила на занятия вместе, рассказывала историю. Там у нее был друг один. И она взяла у него деньги в долг. Прошло полгода. Она услышала, что он что-то про нее пускает сплетни. И она решила ему не отдавать эти деньги, потому что ты пускал про меня слухи. Все. Моральная компенсация такая. Я когда услышала, причем это сама девушка мне рассказывает, я просто решила не отдавать ему из-за того, что он вот за моей спиной так говорил. Говорил за спиной, не общайся, отдай ему деньги, кинь ему в лицо эти его деньги, и все. Скажи до свидания. Вкуснотища. Просто вкуснотища. Запеченные у меня мамочка очень любит. Вот эти вот. Проще говоря, потеряла свои денежки. Когда я покупала квартиру, у меня просто не было ни копейки денег на самом деле. Я даже взяла деньги у другой своей подруги и дала в долг третьей своей подруги. Просто потому что знаю, что это очень честный человек, и она 100% отдаст эти деньги. Просто она в сложной жизненной ситуации, мне хотелось помочь. Таким людям, естественно, помогать надо обязательно, но не всем. Я наелась, мои хорошие. Было очень-очень вкусно. Иногда можно себе позволить вкусную еду. Нельзя во всем себе отказывать. Я надеюсь, что я так расширенно ответила на ваши вопросы. Была интересная история из моей жизни. Всех люблю, целую. С вами была Экеймили.